На этом любительском видео пёс по кличке Костыбай. Здесь он жив, здоров и полон сил. Любимца семьи взяли с улицы. Это было где-то три года назад и нам привезли, женщина её привезла с автовокзала. Ну мы его полюбили, помыли сразу же и он к нам прижился. Дом семьи Саитовых давно стал приютом для животных. Здесь мирно проживают собаки, кошки и даже кролик. Ничто не предвещало беды. Мы его начали отпускать просто так, самовыгул. И в один день он побежал. И когда пришёл домой, у него на шее была кровь. Ну я сказала, мы подумали, что это собаки, но оказалось, что в него выстрелили. Ну пока неизвестно, кто выстрелил. Собаку срочно повезли в ветеринар, но прогнозы врачей были неутешительны. Привезли в ветеринарную клинику, ему сделали рентген и обнаружилось, что у него вот пуля в лёгких и из-за этого у него отёк лёгких был. А вот это последние часы жизни любимца семьи. Пёс промучился всю ночь, но так и не выжил. 14-летняя Лейла Саитова до сих пор не может прийти в себя от случившегося. Кому понадобилось стрелять в маленькую собаку из пневматического оружия, так и неизвестно. В прошлом году в Тобольске были убиты две собаки. По одному случаю заведено уголовное дело. Ведётся расследование. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются очевидцы, свидетели. По окончании проверки будет принято законное решение, которое предусматривает также возбуждение уголовного дела по острове 245 в случае подтверждения событий. Многие живодёры думают, что останутся безнаказаны. Однако жестокое обращение с животными наказуемо. Уголовным кодексом предусмотрен штраф и даже лишение свободы на срок до трёх лет. Алена Орехова, Михаил Куричко, Тобольское время.